так ребят у меня закончился майонез поэтому сейчас будем готовить свой домашний майонез и кстати да спрашивайте курицы несутся или нет несутся уже курица яйца есть сейчас будем делать домашний майонез так что мне понадобится для майонеза два яйца щепотка соли так добавляем щепоточку соли я совсем немножко всегда ложу этого вполне хватает дальше сухого молока который мне вот присылали я его добавляю одну столовую ложку но вот я ложу две чайные ложечки такие небольшие не этого вполне хватает 05 горчицы и обычно вот так уже маленькой ложечку у нас такая и в нее уже сейчас добавим еще лимонный ну лимонный сок у меня закончился лимонный сок ну ладно без него обойдемся так дальше уксус нам надо добавить одну столовую ложку уксуса но я чайные ложечки добавляю потому что что вполне этого хватит я добавляю 9 процентный так и масло 250 миллиграмм вот я тут остатки были а потом по мере буду еще добавлять ну вот и Продолжение следует... Все, наш майонез готов. Сейчас очищаем, помоем аппарат и можно кушать домашний борщ с вкусным домашним майонезом. У нас сегодня как раз борщ я разогрела, сейчас деткам я буду кормить их. Вот. Сейчас наложу деткам суп и покажу. Мы сейчас вообще перестали покупать магазинский майонез. Но иногда бывает, покупаем, когда или муж забудется, или нету яичек дома приготовить. Тогда да, тогда покупаем. Но сейчас, фу, курочки мои нести стали, яйца вдоволь. Завтра хочу... Завтра у меня дети будут дома сидеть, потому что у нас отключение воды. И будут дома сидеть. Ну, именно маленький. Смотрите, какой майонез получается. Вкусно. Но вот без лимонного сока сегодня, ну ничего. Без лимонного сока тоже вкусно. Просто детям моим понравился больше с лимонным соком. Сейчас буду уксус все уберу. Наложу деткам суп и вам покажу. Наложила деткам супик. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я деткам даю кушать вкусный домашний борщ. Всем приятного аппетита. Всем доброе утро. У нас время 10 часов утра. Я иду в магазин за хлебом. Сегодня у меня маленькие дома. Пока Маша дома, надо успеть сбегать за хлебушком. А то потом не получится сходить. Ладно, всем хорошего дня и хорошее настроение. Дорогие друзья, как думаете, что я хочу делать с этим молоком? И стрите. Лежит, загорает на солнышке. Тебе хорошо, Вася? А, Вася? Василиска? Банкуной, кстати, помыть. Да, Василиска? Лежит, загорает. Я хочу тесто на булочке поставить. Ладно, сейчас поставлю тесто. И хочу заняться еще творогом. Сырников наделать. Так, дорогие друзья, поставила я тесто на булочке. Сейчас полотенцем накрою и пусть стоит вот здесь вот поднимается. И буду сейчас заниматься творогом. Вот столько вот у меня творога есть. Целый тазик. Тут 2 килограмма больше, наверное, даже творога. Сейчас добавлю яйцо, муку и налиплю сырников. Так, дорогие друзья, я размяла немножко творог. И сейчас сюда добавила 6 яичек, своих домашних яичек. И все это мне надо теперь перемешать. Перемешиваю все это вилкой. Творог суховатый. Поэтому вот так вот. Молока нет. Так бы молока сейчас еще добавила бы сюда. Ну ладно уж, что теперь. И без молока пойдет. Можно немножко водички, по идее, добавить. Если будет сильно суховатый. Все тщательно перемешиваем. Сейчас сахара добавим. Сахара я добавляю много, потому что сладкий. Чтобы были сырники. И все тщательно тоже перемешиваем. Можно, конечно, все это еще и миксером взбить. Но я не хочу структуру этого творога потерять. Поэтому я все делаю вручную. Сейчас все перемешаю. И потом будем добавлять муку. Так, ребята, теперь будем добавлять понемножку муку. Обязательно просеянную. Чтоб нигде комочек не попался. Буду по чуть-чуть добавлять. Чтобы комки не получились. Вот немножко добавлю, перемешаю, добавлю, перемешаю. И так пока не добьюсь нужной консистенции творога. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу попробовать испечь духовку в формочке для кексов. Что получится у меня? У меня есть формочки для кексов силиконовые. Сейчас попробуем одну партию испекем, а остальные потом будем жарить. Дорогие мои друзья, приготовила первую партию. Вот такие вот сделала. И отправляю в духовку запекаться. Хочу попробовать посмотреть, как они будут в духовке. Остальные буду сейчас замораживать пока. Духовку разогрела до 180 градусов и отправляю в духовку. Остальные буду замораживать вот на этом противне, предварительно посыпав мукой. Сейчас покажу, как я делаю свои биточки творожные. Руки смачиваю обязательно водой. Беру небольшое количество ложкой и отбиваю рукой. Чтобы они поплотнее стали. Придаю форму и у меня есть в тарелочке мука. Я просто обваливаю в муке. Со всех сторон. И потом опять придаю небольшую форму. И убираю. Вот такие вот сырнички у меня будут. Сейчас сделаю остальные и покажу, сколько у меня получилось. Первая партия моих сырных творожек. Сырников готово. Отправляю в морозилку. Приготовила второй противень. И отправляю в морозилку. У меня творог еще остался. Сейчас из которых выпекутся. Потом эти тоже отправлю выпекаться. Сделаю и отправлю. И пока я все делала, у меня уже подошло тесто. Та-дам! Сейчас надо умять сразу его. Обязательно руки смачиваем. О, какое мягенькое, классное тесто. Посмотрите, прям классно. Сегодня будут у нас вкусные домашние булочки. Все. Опять накрываем. И пусть дальше стоит, поднимается. Так раза три поднимется. И потом только будем стряпать. Дорогие друзья, первые мои творожные беточки как полы. Только я хотела как беточки, а у меня получились как булочки. Мне кажется, так даже еще лучше, чтобы получились как булочки. Напишите обязательно в комментариях. Оксаночка, не трогай. Горячие. Вот такие вот получились большие. Хотя изначально они были совершенно маленькие. Сейчас я их достану. Получились творожные, вкусные. Как пышечки такие. Очень вкусненькие. Как раз у меня Оксаночка со школы пришла. Вот и будет пробу снимать. Что мама тут налепила? Что натворила? А фиг его знает. Вот как раз вот такой вариант. Хорошо я почему разрыхлители положила? Чтобы они немножко увеличились в объеме. И они получились как такие, как булочки. Очень вкусные творожные запеканочки. Детки будут счастливы. Это самое главное. Вон какие красивые. Сейчас деткам дам кушать. Еще бы вот сюда сгущеночку. Вообще было бы идеально. И положу уже следующую партию. Пока они тут у меня стояли. Они немножко жиденькие стали. Ну ничего, мы их сейчас вот так вот. Следующую партию кладем. И поставим в духовочку. Сейчас форму немножко придадим им. Сильно близко ложить не буду. Потому что видите, они в объеме увеличиваются. Так вот даже, наверное, сделаем в три рядочка. Сейчас поставим. И самое то будет. Так. И последнее. Все отправляем в духовочку. Вот такие, ребята, красивые творожные сырники у меня получились. Можно сказать, как булочки. Давайте попробуем разломить. Они, конечно, горячие. На вот этот вот возьму. Видите, внутри они такие мягенькие, рассыпчатые и вкусные. Должны получиться. Ай. Все, пускай остывают. А то в руки иначе их не взять. Они очень горячие. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.